Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода GD, мой канал о моде красоте, а также об умном шоппинге. Когда я начала только записывать свой канал, я совершенно точно определилась, что это будет канал, конечно же, о моде, возможно, о красоте. Но прежде всего я была убеждена и остаюсь убежденным человеком, что одеваться можно красиво, выглядеть очень стильно, нравится себе и окружающим, если в этом есть потребность. Не только речь идет о женском гардеробе, но и о мужском гардеробе также за совершенно небольшие деньги. Прямо-таки, ну, за смешные зачастую деньги можно действительно выглядеть гораздо-гораздо лучше, чем люди, которые тратят большие бюджеты, люди, которые продумывают, возможно, даже более тщательно о своей компоновке. И одно из первых видео, которое я выпустила, оно как раз-таки было о находках с рынка. Единственное, что речь шла о рождественских рынках, где можно купить, действительно, если вы будете в Европе в Рождество, в период Рождества, обратите внимание на очень классные вещи, аксессуары, прежде всего, какие-нибудь шапки, какие-нибудь варежки, какие-нибудь горжетки. Возможно, даже вылетел из головы, куда руки мы прячем, чтобы они у нас не мерзли. Все это можно купить, но на самом деле за небольшие деньги. Выглядит, как раз, это очень-очень стильно. Но потом я записала одно из видео, где я рассказала, опять же, в духе своего канала, что есть вещи, которые, ну, совершенно можно не покупать и прекрасно без них обходиться. И рассказала о своем обыте. И таким образом я поняла, что тема минимализма, она интересна русскоязычному зрителю. И я, на самом деле, когда мне пишут в комментариях и, возможно, спрашивают, а, возможно, обвиняют в том, что я следую данью моды и рассказываю про минимализм, я честно скажу, я, во-первых, я этой моды не замечаю. А, во-вторых, я ничего, скажем так, и не знала о минимализме, о видео про минимализм, потому что, ну, потому что у меня были совершенно другие дела. И когда, в общем-то, я выпустила свое первое видео в рамках, прежде всего, разумного, осознанного потребления, таким образом я поняла интерес аудитории к этим видео и начала периодически делать, что называется, контент про минимализм. До сих пор я себя не считаю минималистом, а, возможно, я считаю, прямо-таки даже не знаю, и считаю, что это не так важно мне, либо вам, если вы шагаете по пути минимализма, как вам кажется, либо вы в этом уверены, определять себя как человека-минималиста. Но в определенный момент, признаюсь, я задумалась, а не являюсь ли я заложником своего контента, тех видео, которые я выпускаю. Опять же, я блогер, который выпускает, что называется, daily content, и очень многие мои видео, они построены, опять же, на рассказе о своей повседневной жизни. Когда я рассказываю о моде, я показываю, прежде всего, образы, в которых я, что называется, отвожу ребенка в сад и совершаю потом свои самые обычные повседневные дела. И я поняла, что я, скажем так, не могу выдавать, допустим, новые вещи в эфир, потому что, ну, я вроде как позиционирую себя минималистом. И в определенный момент я задумалась, а не являюсь ли я действительно человеком, который в годы этой идеи, не являюсь ли я человеком, который, ну, действительно, возможно, минималистом себя не чувствует, но ограничивать себя в определенных вещах, вот в силу, в моем случае, в силу того, что, опять же, я об этом рассказываю, и вроде как я должна это показывать. И могу сказать сразу, что эти сомнения, они периодически ко мне возвращались. И вот недавно я поехала в аутлет. Этот аутлет мне знаком, я много раз в нем была, хотя последний раз это случилось примерно, наверное, примерно сейчас моему среднему сыну 6 лет, наверное, это было последнее посещение этого аутлета, было 5 лет тому назад. Потом действительно у меня не было просто возможности и желания, потому что, когда возможность появлялась, было желание элементарно отдохнуть, элементарно выспаться. И вот я попала в этот аутлет, я туда приехала за совершенно конкретной вещью. Более того, я планировала эту поездку и все время ее откладывала по причине того, что была хорошая погода и просто было жалко ехать и тратить половину хорошего, теплого дня, в нашем случае это был вечер, вот на поездку, что называется, за вещами, за покупками. Но выдалась плохая погода, мы взяли младших детей и поехали в этот аутлет. И могу сказать, что меня, скажем так, терзали сомнения, я боялась больше всего не уйти не с покупкой, как я раньше думала, всего того, чтобы мне захотелось купить, не с тем, что мне не хватит денег на то, что я бы хотела купить, не с тем, что возможно не будет размера тот, который мне нужен, той вещи, которая мне понравится. Я сейчас перечисляю совершенно конкретные свои страхи, как потребителя, который отправлялся, допустим, в аутлет. Мы все понимаем, что в аутлете очень большая проходимость, соответственно, достать свой размер, либо твой размер может быть чуть-чуть бракованным и так далее, и так далее. Вот этот мелкий стресс от, казалось бы, приятного времяпрепровождения, он всегда меня сопровождал. То есть вот эти причины и мысли, о которых я сейчас сказала, они совершенно не выдуманы. Но нет, я, скажем так, терзалась одной единственной, скажем так, одним единственным сомнением. Я боялась, что я уеду из этого аутлета, не купив всего того, что мне приглянулось, терзаемая вот этим знакомым любому шопоголику чувством неудовлетворения, что что-то там осталось, вроде как тебе это и не нужно, и вроде что-то подобное у тебя есть, но цена была такая хорошая. Вот эти все сомнения, я думаю, они знакомы людям, которые увлекались в свое время покупками, чрезмерными покупками. Это может быть одежда, это может быть косметика, это может быть парфюмерия, это могут быть какие-то вещи для дома. У каждого свое слабое место, но у женщин, как правило, действительно, женщины, как правило, любят красивую одежду, любят красиво выглядеть, поэтому какие-то бьюти-продукты, которые дают нам иллюзию, что мы будем использовать эти продукты, выглядеть лучше, либо одежда, а также аксессуары, это все-таки, скажем так, самый распространенный сегмент, где даже самая стойкая может поскользнуться. И вот я приезжаю в этот аутлет, парковка переполнена, и я понимаю, что это уже мне не нравится, потому что мы с двумя маленькими детьми, и, соответственно, нужно искать место, и потом, возможно, с очень далекого ряда парковки идти до центральных ворот и так далее, и так далее. То есть я понимаю, что будет очень много людей также и в самом магазине. То есть мне не удастся быстренько зайти за ту вещь, которая мне нужна, и быстренько из этого магазина выйти. К счастью, в этом аутлете, как и во всех хорошо организованных торговых центрах, где, в общем-то, созданы все условия, чтобы мы комфортно покупали, комфортно расставались со своими деньгами, есть прекрасная детская площадка, мои дети с мужем напрямую туда отправляются, а я бегу в магазин. Зачем, как вы думаете, я приехала? Человек, который позиционирует себя меняемолистом, человек, который очень любит интернет-шоппинг, и на самом деле я убедилась, что интернет-шоппинг – это возможность действительно очень хорошо взвесить свои покупки, когда нет шума, когда нет толпы, когда нет музыки, когда нет приятных ароматов и так далее, и так далее. Всех вот этих отвлекающих маневров, которые в итоге направлены только на то, чтобы мы действительно легко со своими денежками расстались. На самом деле я поехала за нижним базовым бельем. Недавно Амина упомянула меня, я так поняла, что это была я, в своем инстаграме. Она посоветовала мне посмотреть ее новое видео про импланты грудные. Возможно, она видела какие-то мои видео, а возможно, это просто совпадение, где я говорила о том, что в определенном возрасте уже, конечно же, хорошо и нужно иметь такой бюстгальтер, который будет, в общем-то, поддерживать все то, что стремится к пупку, поддерживать на каком-то должном уровне. Опять же, я получила нелицеприятный комментарий под каким-то видео, где грудь моя пообвисла. Ну, я думаю, что зрители, которые смотрят мой контент регулярно, знают, что я в одном из своих видео, как один из женских лайфхаков, обозначила как раз-таки использование хорошего бюстгальтера. Я не придавала этому значения бюстгальтеру, возможно, даже с поролоном. Раньше я была против, но сейчас я заметила, что это очень-очень важно. Так вот, я отправилась за самыми обычными базовым нижним бельем. И когда я зашла в магазин базового нижнего белья, именно туда я приехала. Во-первых, это все-таки белье с очень хорошей скидкой. А во-вторых, у нас в Падуе магазин одноименно. Он то закрывается, то открывается. Сейчас он очень маленький. Я боялась, что просто то, что мне нужно, я не найду. Ну и опять же, тратить время на поездку в Падуе мне гораздо сложнее туда выбраться, чем в Аутлет, до которого 15 минут ехать. И, соответственно, я направляюсь с совершенно четким пониманием, что же мне нужно купить. Я не нахожу то, что мне нужно, просто потому, что то, что мне нужно, у меня уже есть. Все остальное мне не подошло. Ну вот, если кому интересно, купила я себе такой базовый комбидресс с очень хорошей треугольной чашкой, с поролончиком. С поролончиком, потому что, в общем-то, я обнаружила, что моя нулевочка, практически стремящаяся к минус первому, нуждается уже в поролоне. Кстати, большое спасибо Амине за такое корректное упоминание. Я считаю, что это достойный ответ блогера, блогера-блогеру. И, в общем-то, не находя то, что мне конкретно было нужно, понимая, что то, что мне нужно, у меня уже имеется, я, конечно же, как и, наверное, любой покупатель, решила посмотреть, что же там еще имеется по супер-классным скидкам и по супер-спецпредложениям. И вот здесь-то началось. Я понесла почти 6 комплектов белья, потом добавились еще практически 10 комплектов белья. И здесь, могу сказать, случился со мной мой триумф минимализма. Я даже сама от себя не ожидала, что все, что я померила, не подходило мне на 100%. На 80%, на 90%, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, где-то цена больше устраивала, где-то модель больше устраивала. И я поняла, что надо мной больше не давлеет вот это желание до трясущихся рук что-то купить, ну, потому что, возможно, завтра не появится такая возможность, возможность финансовая, возможность доехать, временная возможность и так далее, и так далее, что здесь и сейчас раздают прямо-таки все классно и хорошее. Я записала видео про свою жадность. Безусловно, я несколько сутрировала, но, опять же, понимание того, что кто-то вот купит за такую подходящую цену, такую классную вещь, я думаю, присуще зачастую очень многим, и мне также была присуща неоднократно. Поэтому, в общем-то, я ушла из этого магазина с прекрасным вот таким базовым комбидрессом, чему очень и очень довольна. Кстати, этот комбидресс, к сожалению, достался мне без скидки, потому что на базовую коллекцию, даже в аутлетах, кстати, аутлеты, возможно, многие не знают и разочаровываются, когда приезжают в аутлеты, есть определенные, скажем так, места, где продается даже текущая коллекция, но из-за того, что аренда в магазинах и помещениях стоит гораздо-гораздо меньше, потому что очень удаленные эти аутлеты, как их называют, деревни-аутлеты, то, соответственно, и цена ниже, но это текущая коллекция, которая продается не намного дешевле, к сожалению. Поэтому таким образом случился со мной шопинг. Но я разделалась очень быстро в том магазине, в который я приехала, позвонила своим, у них все еще было хорошо, но я решила, конечно же, ну, сначала поснимать, безусловно. Хотела сказать, заработать себе на красное пальто. Я с ней решила, значит, сначала я чуть-чуть поснимала, а потом поняла, что все спокойно, все хорошо, и решила я пройти все-таки по магазинам. Отправилась я в самые разные магазины, забежала туда, забежала сюда, и поняла очень простую вещь, что я просто не хочу находиться внутри этих переполненных магазинов. На самом деле такое ощущение, что все раздают даром, людей очень много, громкая музыка, зачастую очень сильные ароматы, консультанта не дождешься, ну, и, в общем-то, цены не настолько приемлемы, как я лично научилась искать, и как лично я умею и научилась покупать. Поэтому, в общем-то, я поняла с огромным облегчением, что вот этот стереотип шоппинга надо мной больше не давлеет. И комментирую один из комментариев, который был оставлен по поводу того, что, скорее всего, минимализм для многих это не что иное, как шопоголизм в завязке, как шопоголик в завязке, минималист, представляет из себя именно человека, который, ну, очень-очень себя сдерживает от каких-то вот таких безудержных покупок, могу сказать, что я совершенно точно этот барьер перешагнула. Если я что-то и покупаю, то, как правило, я совершенно точно знаю, зачем мне это нужно. И вот эта дрожь от желания обладать здесь и сейчас, и вот это неудовлетворение, что вроде ты купил, но опять что-то хочешь, оно мне больше не знакомо. Чего я и вам желаю? Я желаю вам свободных покупок, свободного выбора, прежде всего, понимания того, что вам нужно и что вы хотите. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.